В истории многих народов есть даты, которые чтут годами и веками. И День освобождения Беларуси, как и День Победы, одна из таких дат. Их роль и значение надо нести в будущее поколение. В день прибытия крестного хода в Брест в гарнизонном храме святителя Николая Чудотворца было многолюдно. Войны Брестского гарнизона, пограничники, личный состав МЧС, многие с женами и детьми, прихожане. И это показатель, что у нас одно Отечество, единая вера, и единая историческая память. С приветственных вечных слов ко всем обратился архиепископ Брестский и Ковринский Иоанн. Владыка Иоанн в сослужении епископа Арсеньевского и Дальногорского гория, а также духовенство Брестской епархии совершили за упокойную литию о всех военных-освободителях, павших на поле брания, а также о всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Пусть Кресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами причистые о Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, души от нас представшихся, раб своих, вождей и воинов, за веру и Отечество на поле браний, жизнь свою положивших, от ран и голода скончавшихся, в пленении и горьких работах, невинно улученных и убиенных, и во всем победы ради потрудившимся, в селениях праведных учениц, в недрах Авраама упокоит, и с праведными сопрочтет, и нас помилует. По окончании богослужения архиепископ Иоанн, обращаясь к участникам крестного хода, подчеркнул важность сохранения исторической памяти. Владыка выразил глубокую благодарность руководству страны и всем военным, которые стоят на страже мира, а также призвал всех присутствующих чтить память о предках своими молитвами и деятельностью во благо мира и процветания. Мы царков и армия, мы понимаем, что мы вместе, мы едины в нашем служении, конечно, Богу в первую очередь, нашему возлюбленному Отечеству, конечно, нашему народу. И помня те подвиги, которые совершили наши предки, мы сегодня с благодарностью молились о них, они живы, потому что душа бессмертная. И самое главное, дорогие братья и сестры, они и сегодня с нами. И сегодня с нами все те, кто защищал родную землю от фашистской нечисти. Особенно это ощущается, когда находишься на земле Брестской крепости. Герой здесь бойцы Красной Армии насмерть сражались с врагом. И в рамках 4-го Всебелорусского окрестного хода Церкови армия у мемориальных плит Некрополя прошел митинг реквием «Память, вера Отечества». Его участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы здесь же. Владыка Иоанн совершил забор священной земли Брестской крепости для формирования капсулы со всех знаковых мест Беларуси. Сегодня, когда на юге идут боевые действия, когда на западе и северо-западе формируются огромные полчища войск и в целом обстановка в мире неспокойная, мы должны быть вместе. Весь народ, церковь, все. И только тогда мы сможем справиться с любыми проблемами, с любой питомой. Я хотел бы пожелать всем мира и добра и Божьего благословения на все добрые дела во имя нашей Родины и нашего народа. «Сегодня мы проводим совместный крестный ход. Свидетельствует это о том, что мы едины. Мы помним тех, кто положил свои жизни за наше Отечество. Скажу больше, те, кто погиб на земле, они не погибли душой. Душа бессмертна. И всегда, и сегодня, тем более, они смотрят на нас и ожидают от нас подвига, ожидают от нас стояния за наше Отечество, за эру, ожидают от нас мужества и, конечно, ожидают от нас правильный выбор. Какой сделали они? И мы его должны сделать. Мы должны быть на страже нашего Отечества и помнить о том, что нас избрало время. Именно сейчас нам выпала эта ответственность быть защитниками Отечества». Крестным ходом участники церемонии прошли гарнизонному кладбищу. Через 12 дней страна отметит 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Она унесла жизни более 20 миллионов. В Беларуси погиб каждый третий здесь. На гарнизонном кладбище похоронены первые защитники земли белорусской. Они многолики, многонациональны. Тогда они сражались за одно Отечество. Не деля на русских и белорусов, казахов, украинцев. И в этот день все вместе, военные и гражданские, старики и дети, стояли низко, склонив голову перед памятью павших. Как сказал некогда инициатор первого всебелорусского крестного хода митрополит Филарет, крестный ход – это воинский марш-бросок по всем областям Беларуси, по всем епархиям Белорусской Православной Церкви, которая осуществляется с оружием христианской веры и со святым крестом. и Тебе славу посылаю. Продолжение следует...